В день памяти святых благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор совершил божественную литургию в Смоленском храме в их честь. Церковь находится на месте мученической кончины князя Глеба. Оттуда репортаж наших коллег. Находится храм на месте бывшей речки Смедыни, где она впадала в реку Днепр. Там и был убит благоверный князь Глеб в 1015 году. Подосланными наемниками, родным братом Святополка Макаянным. Его высокопресвященству сослужили настоятель храма святых князей Бориса и Глеба, протеерей Павел Петровский, благочинный Борисоглебского церковного округа, протеерей Андрей Мельничук, клирики Борисоглебского благочиния, духовенство Свято-Успенского кафедрального собора. Богослужебное песнопение исполнили певчие архиерейского хора епархии, регент Елена Фролова. После чтения Святого Евангелия, митрополит Исидор обратился к верующим с архипастерским словом, вспоминая жизнь, духовные подвиги и мученическую гибель святых братьев Бориса и Глеба, а также их любовь к ближним, к своему народу. Их самоотверженность и самопожертвование, его высокопресвященство отметил. Для нас очень важно понимание того, какое самосознание бывает в наших умах, носителем каких мыслей и чувств является наш народ. И если в уме нашего народа и в чувствах только лишь поведение и события в жизни того или иного артиста и блогера, то тогда мы пожнем те плоды, почву для которых мы создали. А если мы с самого детства, с молоком матери, прививаем правильное отношение к Богу и к ближним, значит и то, что вырастет на этой почве, принесет соответствующий плод. Поэтому сегодня мы с особой молитвенностью вспоминаем этих великих угодников Божьих Бориса и Глеба, великих князей и страстотерпцев, потому что так важно, чтобы такие люди, как они, были сегодня. По окончании литургии правящий архиерей, духовенство и миряне пасхальным крестным ходом прошли к памятному камню у места мученической кончины благоверного князя Глеба. Митрополит Исидор поздравил настоятеля храма, духовенства, верующих с престольным праздником храма. Память о сегодняшнем богослужении каждый верующий получил в дар иконку святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Продолжение следует...